Приветствую вас, и мне кажется, что решение вы уже приняли, то есть вы в глубине души уже знаете, как будете поступать. По сути дела, вам нужна наша поддержка, наше одобрение, и собственно именно за этим мы сюда пришли. Потому что если чисто теоретически представить, что мы скажем нет вам, то что вы сделаете? Вы, наверное, поступите, как все-таки вам кажется верно, а потом подумаете, что вот психологи посоветовались мне не делать, а, скажем так, чего-то, а я все-таки сделал, и в итоге оказалась счастливой. Вы знаете, я придерживаюсь примерно следующее мнение, что человек поступает так, как он считает для себя приемлемым, как он считает для себя правильным, как он считает для себя наиболее лучшим. И вы знаете, вот если говорить о любви с первого взгляда, то вот в нее вера, если честно, не очень. Как-то вот не верю я, что можно влюбиться с первого взгляда. Но вот то, что с первого взгляда можно понять, что с человеком хочешь прожить всю жизнь, вот в это я верю. Потому что бывает так, что с человеком встретился, увидел его, сказал пару слов и понял, что вот оно, твой спутник жизни или спутница, не важно. И потому, если вы чувствуете, что человек во всех отношениях ваш, чувствуете с ним духовное единение, единый порыв, ощущаете с ним себя так, как не ощущаете ни с кем и никогда, то нечего здесь даже думать. Смело выходите замуж. Потому что мысли в данном случае и анализ только заглушают ваши порывы, ваши чувства. Они все сеют сомнения, они сеют страх, они сеют какие-то мысли и так далее. Это все вам не нужно. То, что вы ощутили и ощущаете при встрече с этим человеком, является истинным, важным и самым главным. А время, время это относительно. На самом деле, как вы сами убедились, можно прожить с человеком года и не узнать его и прийти ни к чему. Можно с человеком поговорить пять минут и уже будет ясно, что это тот самый. И поэтому, мне кажется, что именно для вас. А ведь я не рассматриваю вас и вашему мужчину, как пара сейчас. Потому что речь идет не об этом. Речь идет именно об этом. Так вот, вам не нужно ничего терпеть, не нужно ничего ждать, не нужно чего-то ожидать и так далее. И не нужны эти формальности, которые вот там, какое-то время обязательно надо пройти. Ничего этого не нужно. Считайте так, делайте так, как велит вам сердце. Даже если ошибетесь, это ваша ошибка. Это ваш опыт. И вам этот опыт нужно будет получить. Но если вы этого не сделаете, то вы потом будете жалеть. Жалеть о том, что не сделали. И, к сожалению, о неполученном опыте. Неправильное восприятие последствий негативного опыта может привести к конфликтам, к комплексам, к страхам, к неуверенности в себе и так далее. Но когда человек чувствует, что он чего-то хочет, он явно, ясно перед собой это ощущает, ничто не должно вас сдерживать. Если в итоге получится, что вы ошиблись, ну пусть это будет ваша личная ошибка. Я думаю, что мы все ошибаемся. Но зарывать порыв, тем более такой чистый, сильный, искренний, как у вас, лично я считаю, кочим. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Пока, желаю вам удачи и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok